Работа по развитию Дальнего Востока продолжается в соответствии с задачами, поставленными главой государства. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках выездного совещания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. На сегодняшний день на Дальнем Востоке реализуется более 2700 инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций, превышающим 6 триллионов рублей. При этом 2,5 триллиона уже пришло на Дальний Восток вложено. Создано более 100 тысяч рабочих мест, запущено 503 новых предприятия. Правительство Российской Федерации работает над тем, чтобы, несмотря на вводимые недружественными странами санкции, все проекты продолжали реализовываться. Пока нам удается сохранить все проекты, которые запущены на Дальнем Востоке. Энергетика и безопасность в пограничной сфере на территории Дальнего Востока стали главными вопросами в повестке Совбеза. Главная проблема – высокий уровень износа теплоэнергетических сетей. В отдельных субъектах округа она достигает 77-95%. Самые большие степени износа в республике Саха-Якутия – в Забайкальском, Приморском краях, Магаданской области. При этом объем инвестиций в модернизацию энергетического комплекса остается недостаточным. Одна из основных причин, по словам Юрия Трутнева, – это разработанная Минэнергосистема тарифообразования, которая приводит к увеличению разрыва между ценой угля и закладываемой в тариф частью стоимости. Если в 2021 году стоимость угля составляла 4800 рублей за тонну, то в 2022 году она увеличилась до 8493, практически вдвое, на 74%. При этом тарифы коммунальных платежей в рамках существующей системы не могут увеличиваться более чем на 4%. Разрыв растет, он приводит к убыткам. Убытки за 2021 год составили 5,2 миллиарда рублей. Юрий Трутнев добавил, что решать эту проблему недопустимо переносом тяжести платежей на население. Необходимо искать другие возможности. Надо смотреть возможности в рамках, например, части платежей Росгидро, которые компания перечисляет правительству как акционеру, или разрабатывать механизм субсидирования. Но просто увеличение разрыва между реальными затратами и затратами компенсируемой просто приведет к ухудшению финансового положения компании, которая, собственно, является жизнеобеспечивающей на территории Дальнего Востока. Также на совещании рассмотрели вопросы логистической инфраструктуры и транспортировки экспортно-ориентированных грузов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова